Добрый день, мы поговорим о аналитической стороне вопроса исследования прогностических предиктивных факторов в контексте иммунотерапии. Безусловно, не стоит повторяться, уже грандиозные достижения в этой области, большое количество препаратов и неизбежно необходимы какие-то механизмы для выделения пациентов, для которых эта терапия будет наиболее эффективна. Но механизмы взаимодействия между опухолей и иммунной системой сложные, многоэтапные, на каждом из этапов есть масса регуляторных факторов, не все из них нам известны, и отчасти это определяет не всегда достаточную эффективность тех маркеров, которые мы на сегодняшний день используем. Первоначально все начинается с того, что высвобождаются антигены опухолевые, которые являются чужеродными для организма, они поглощаются антиген-презентирующими клетками, представляются лимфоцитом, который подвергается селекции и пролиферации. В дальнейшем они выходят в кровоток, это так называемые циркулирующие лимфоциты, которые рядом методом тоже можно уловить. В дальнейшем эти клетки должны мигрировать в опухоли, инфильтрировать, распознать те антигены, к которым они чувствительны, и осуществить механизм убийства опухолевой клетки. К сожалению, не всегда это происходит, потому что не все опухоли одинаково иммуногенны и, кроме того, обладают ряда механизмов ускользания от иммунного надзора. Поэтому на сегодняшний день вот это большой такой пирог, который определяет наше видение между взаимодействием опухоли и иммунной системы. И большая часть его это, конечно, чужеродность опухоли. Это суррогатный маркер, который является мутационная нагрузка. Саму нагрузку измерять как качественный показатель не очень легко, поэтому мы сейчас используем некоторые суррогатные маркеры для определения степени чужеродности опухоли и неоантигенной нагрузки. Кроме того, имеет значение как общий иммунный статус организма, так и локальный статус. Это и количество лимфоцитов, и инфильтрация опухолью, и экспрессия PD-L1 и других маркеров, которые характеризуют непосредственное взаимодействие между иммунным инфильтратом и опухолем. Поэтому мы об этих основных китах и поговорим. Вообще глобально на сегодняшний день можно представить опухоль в виде вот такого вот спектра, на одной грани которого находятся так называемые горячие опухоли. Как правило, это опухоли с высокой мутационной нагрузкой, большим количеством неоантигенов. То есть они видны для иммунной системы, иммунная система на них реагирует. И они характеризуются зачастую выраженной лимфоцитарной инфильтрацией локально в зоне опухоли. Но при этом опухоль может ускользать даже от этой реакции гиперергической за счет в том числе гиперэкспрессии PD-L1. Но раз иммунная система уже пришла на войну, это дает нам надежду на то, что если мы блокируем механизм ускользания, иммунная система справится со своей задачей. На другой границе спектра находятся холодные опухоли, которые зачастую характеризуются низкой антигенной нагрузкой, небольшим количеством мутаций, либо каких-то выраженных хромосомных перестроек. Это опухоли, которые не стимулируют иммунную систему, которые не приводят к ее сенсибилизации. И это отражается в локальном статусе, то есть они характеризуются низкой плотностью лимфоцитарной инфильтрации в самой опухоли. Если иммунная система не пришла бороться с опухолью, то даже наши современные чекпоинт-ингибиторы не смогут позволить иммунной системе реализовать ее функцию. То есть это опухоли, которые требуют каких-то других терапевтических воздействий. Ну и между этими двумя крайними точками, как всегда, есть целый спектр, который по-разному отвечает на иммунотерапию. Вот основные маркеры, которые на сегодняшний день в клинике мы можем использовать, в рутинной. И поговорим немножечко о каждом из них. Что касается PD-L1, он, конечно, уже набил все москомину. Есть два типа тестов. Это сопроводительная диагностика, которая необходима для назначения препарата. То есть результат теста необходим для того, чтобы назначить препарат. И комплементарная диагностика, когда результат теста не является необходимым для назначения препарата, но позволяет выделить группу пациентов, у которых мы ожидаем больший эффект от терапии. Все еще у нас единственным сопроводительным тестом является Даковский набор 22C3 для пембролизумаба. Для остальных препаратов мы имеем только комплементарные тесты. Все еще сохраняется ситуация, когда у нас есть масса клонов, масса тест-систем, различные тест-платформы, которые завязаны на конкретный клон. То есть если у нас нет всей линейки, то есть прибора, тестового набора, конкретного антитела, мы не можем делать валидный тест, мы не можем ручаться за его надежность и его результативность. Ситуация эта, к сожалению, не меняется. Осложняется она тем, что часть клонов была разработана для выявления экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках. Другие тесты были разработаны для выявления иммунных клеток, такие как СП-142. Поэтому мы не можем сравнивать их результаты. Мы не можем их заменять один другим. Кроме того, есть целый ряд аналитических проблем. Помимо того, что у нас есть разные наборы, разные платформы, у нас есть еще целая масса различных пороговых значений. И ситуация на сегодняшний день осложняется тем, что диагностика PD-L1 и PD-L1 тестирование, его анализ, помимо того, что является платформом специфичным, становится еще и сайт специфичным. То есть пограничные значения и даже тот клон, который мы используем, зависят не только от препарата, который у вас есть, но и от той локализации, которую вы планируете лечить. Это, конечно, делает этот тест, мягко говоря, не очень простым аналитически, не очень простым для выбора. И у него масса других негативных моментов, что порождает ситуацию, что есть многие исследователи, ученые, которые считают, что этот тест транзиторный, временный, и, скорее всего, мы от него откажемся. Посмотрим. Что касается оценки гистологической, то тут есть тоже свои сложности, даже если у нас есть все ресурсы, вся необходимая информация. Проблема в том, что адаптивная так называемая, то есть индуцированная опухолевыми антигенами экспрессии PD-L1 может быть очень гетерогенна по своей распространенности, по интенсивности, то есть она может быть очаговой или фокальной, только отдельные группы клеток могут краситься. Это приводит к тому, что объем материала влияет на результат тестирования. Приводит к тому, что не всегда тестирование биоптатов либо малого материала является адекватным для того, чтобы высказаться относительно PD-L статуса конкретной опухоли. Кроме того, эта экспрессия является динамичной во времени, она зависит от внешних факторов, от того лечения, которое пациент получал, от его иммунного статуса, и может меняться со временем и меняется в отдаленных очагах. Может зависеть от локализации отдаленных очагов. Так скажем, PD-L экспрессия в метастазах в печени может отличаться от экспрессии в метастазах в головном мозге. Оценки разные. Уже мы говорили, вы слышали много раз эти аббревиатуры сегодня, и мы можем считать количество позитивных опухолевых клеток и количество позитивных иммунных клеток. И если на сегодняшний день мы достигли какой-то воспроизводимости по подсчету опухолевых клеток, более-менее для эпителиальных опухолей, то, что касается оценки иммунных клеток, этот параметр все еще характеризуется низкоаналитической воспроизводимостью среди патологов, которые занимаются подсчетом. Это связано с тем, что для разных препаратов и для разных систем есть разное определение, что такое PIC. То есть для ряда тест-систем это количество позитивных иммунных клеток относительно всех иммунных клеток. Для других это так называемый иммун-клауд, то есть это площадь, которую занимают позитивные иммунные клетки от всей площади опухоли. И здесь встает еще отдельно вопрос, где заканчивается внутриопухолевый инфильтрат, где начинается переопухолевый инфильтрат. То есть это приводит к низкой воспроизводимости результатов подсчета этого параметра. И сейчас, конечно, существенно упрощают нашу работу, повышают воспроизводимость оценки введения CPS. Это combined positive score. Это не долевое значение. То есть это суррогатный маркер, безразмерная величина, которая складывается из отношения количества позитивных опухолевых клеток вместе с позитивными мононуклеарами. Так называемые, это, как правило, лимфоциты и макрофаги. При этом из этого подсчета мы должны исключить плазматические клетки, что тоже не всегда бывает просто. И эта сумма относится к количеству просто жизнеспособных опухолевых клеток. То есть если мы имеем позитивные опухолевые клетки, допустим, большинство, и большое количество позитивных иммунных клеток, то если мы поделим это просто на количество опухолевых клеток, мы получим величину, значительно превышающую 100. Но при этом этот показатель всегда до 100 округляется. Поэтому он не является процентом. Об этом нужно помнить. И это, в общем, один из механизмов, когда можно оценить качество заключения. Если вам CPS указывают в процентах, значит здесь либо опечатка, либо какая-то закрылась ошибочка. CPS показывает, в общем, свою аналитическую валидность. То есть он хорошо воспроизводим среди патологов. И он показал большую клиническую эффективность и для опухолей головы и шеи, и для опухолей, скажем, мочевого пузыря, уртериальных опухолей. Поэтому эта ситуация позволяет нам упростить оценку PD-L1 экспрессии. Но при этом, опять же, мы должны помнить, какое антитело мы используем. Потому что для опухолей, скажем, головы и шеи и мочевого тракта имеет значение действительно большей степени PD-L1 экспрессия на иммунных клетках. Поэтому мы должны использовать антитело, которое имеет большую афинность именно к иммунным клеткам. Большую чувствительность к выявлению иммунных клеток для того, чтобы выделить максимально эффективно эту группу пациентов, которые могут получить пользу от иммунотерапии. Для этого лаборатория, которая занимается PD-L1 тестированием, должна обладать выбором или набором маркеров. Хорошо, что сейчас у нас меняется ситуация. Есть уже два зарегистрированных иммуно-онкологических теста на PD-L1 на валидизированных платформах. Но, тем не менее, в силу сложности выбора антитела, в силу аналитических проблем, конечно, на сегодняшний день лучше концентрировать это тестирование в лабораториях, которые не только обладают ресурсами, но и обладают определенным опытом в оценке этого маркера. Тогда он будет, может быть, более эффективен, потому что будет более воспроизводим. Что касается его судьбы, то я думаю, что вряд ли мы от него откажемся скоро. Скорее, мы перейдем к упрощению системы выбора теста и упрощению системы его оценки, потому что на сегодняшний день, в общем, история говорит нам, что один предиктивный маркер не является эффективным. Комбинация предиктивных маркеров является более эффективной в плане определения потенциального эффекта иммунотерапии. И вот благодаря одобрению FDA препарата без относительно гистотипа, но при наличии дефицита системы репарации неспаренных нуклеотидов ДНК или микросателитной нестабильности, эти тесты тоже широко входят в нашу жизнь. Но нужно понимать, что MSI и MMR – это разные вещи. И у каждого теста есть свои возможности и свои ограничения, в первую очередь аналитические. Если мы говорим о микросателитной нестабильности, то это характерный фенотип. Есть в геноме так называемые тандемные повторы нуклеотидов. В процессе репликации ДНК при делении клетки зачастую в этих участках возникают ошибки. Но благодаря тому, что у нас есть система устранения этих ошибок, проверки, вновь реплицированная ДНК, они в норме устраняются. Если же они не устраняются и накапливаются в большом количестве, это и характеризуется так называемым фенотипом микросателитной нестабильности. Потому что, видите, длина повтора изменяется, и мы видим вот этот вот спот на электрофорезе. То есть механизм, который препятствует этим изменениям, этим мутациям в ДНК, это механизм, состоящий из нескольких белков, и он называется мисмачурбер. И то, что мы можем выявить иммуногистохимически, это именно белки, которые участвуют в системе репарации ДНК. Потому что характерным паттерном для вот этих мутаций является появление лишней или исчезновение необходимой точки в геноме. То есть нуклеотида, это приводит к формированию так называемых insertion-dlation loops. То есть это петля. Если у нас появляется лишний нуклеотид на цепочке, которая синтезируется, то он формируется петлю, потому что дальше последовательность комплементарна к матричной цепи. Если же наоборот у нас укорачивается синтетическая цепь, то эта петля формируется на матричной цепи. И вот эти белки, они потом сканируют геном, выявляют эти петли и устраняют их при помощи рейсинтеза. Если же этот механизм не работает, то эти мутации накапливаются, и при последующей репликации они уже попадают в геном и амплифицируются в последующем цикле репликации. Вообще эти мутации происходят постоянно, порядка 100 тысяч мутаций при репликации генома. Поэтому от эффективности работы системы устранения таких поломок зависит отсутствие либо наличие вот этого фенотипа микросателитного. Участвуют в этой системе две группы генов. Основная пара – это MLH1, которые димеризуются с ПМС-2. У него есть другой димер, но эти два основные, они вместе работают. У нас есть антитела для выявления этих белков, при этом MLH1 является доминирующим, и если он выпадает, выпадает его функция за счет мутации, либо за счет метилирования, что часто в спорадических раках, то выпадает одновременно ЭПМС-2. Это такая своеобразная контрольная точка, которая позволяет нам контролировать точность нашего теста, а не ложную негативную реакцию, оценивать как позитивную. И MSH2 и MSH6 – это два димера, которые работают вместе. Также при выпадении MSH2 также может выпадать MSH6. Есть небольшие тонкости, но это основная генеральная линия. Тест довольно простой. Экспрессия ядерная, легко оценивается. Что касается ее эффективности, то от 5 до 11% микросателлит нестабильных опухолей не демонстрирует иммуногистохимический MMR-дефьюшент фенотип. Это связано с тем, что при наличии мутации в генах этих белков они могут не затрагивать домены антигенные, которые мы выявляем при помощи ЭГХ, но могут приводить к потере функции этих белков. То есть сам белок есть, мы его можем выявить, но он не выполняет ту функцию, которую должен. То есть это ограничение иммуногистохимического метода. Что касается выявления микросателлитной нестабильности при помощи ПЦР, то также там до 10% ложные негативные результаты. Это связано с тем, что эти перестройки в ДНК могут быть 1, 2, 3, 4 нуклеотидные и в зависимости от того, какой метод ПЦР, какой набор маркеров выбран, тоже часть информации может теряться. Секвенирование следующего поколения позволяет устранить все эти недочеты и является на сегодняшний день наиболее эффективным. Но эти тесты в качестве скрининговых очень легки и эффективны. Они включены в том числе в рекомендации НССН и в рекомендации Американского колледжа патологов по оценке. Видите, потеря полной экспрессии хотя бы одного из маркеров свидетельствует о дефиците системы репарации неспаренных нуклеотидов и о высокой вероятности микросателитной нестабильности, как фенотипа. Сейчас очень активно входит в нашу жизнь изучение опухолевого микроокружения, потому что опухоль, безусловно, находится в организме в контексте, в иммунологическом контексте, в клеточном контексте. И влияние опухоли на организм и организма на опухоли двустороннее. И мы видим на сегодняшний день, что есть доказательства. И, возможно, влияние на микроокружение может дать определенное терапевтическое окно в ряде случаев для некоторых пациентов. Это взаимодействие очень сложное, потому что клеток очень много, типов клеток очень много. И взаимодействия проявляться могут по-разному. Есть клетки, которые контактируют непосредственно с опухолью, то есть внутри опухолевые лимфоциты. Есть клетки, которые формируют перетуморальный инфильтрат. И есть так называемые третичные лимфоидные структуры. То есть в перетуморальной зоне могут формироваться даже лимфоидные фолликулы с формированием герминальных центров. И то, о чем мы говорили в начале, вот этот механизм презентации неоантигенов лимфоидным клеткам, он приближается к опухоли. То есть нет необходимости мигрировать в лимфоузел. Иммунная система может приблизить этот плацдарм обучения лимфоцитов непосредственно вместо локализации образования. Но тут очень много вопросов в связи с тем, что это очень гидрогенная популяция и многофакторное взаимодействие, где считать лимфоциты, какие считать лимфоциты, в чем измерять подсчет. Стромальные, внутриопухолевые. Поэтому, когда вы читаете исследования и сталкиваетесь с тем, что опухолеинфильтрирующие лимфоциты составляют столько-то процентов. На самом деле это закрытая информация. Мы не знаем, какие лимфоциты. То есть мы должны смотреть методику, какие именно лимфоциты, где это были внутриопухолевые, стромальные, все лимфоциты. Потому что очень многие исследования дают противоречивые данные относительно предиктивной прогностической значимости этого фактора именно из-за нюансов подсчета этих лимфоцитов. Зачастую результаты противоречивые. Это, скорее всего, связано именно с методикой. На сегодняшний день, по крайней мере, можно говорить об этом. Наука не стоит на месте, и мы пытаемся определить правила игры, чтобы знать, кто где что оценивает, чтобы пытаться сравнивать результаты в разных центрах. Работа эта идет. На сегодняшний день стандартов нет, но есть определенные рекомендации. Вот, например, одна из распространенных рекомендаций о том, как определять границу между опухолевыми лимфоцитами и перитуморальными лимфоцитами. Эта ситуация не праздная, потому что, вы видите, перитуморальный инфильтрат может быть очень выраженный. И зачастую его площадь может превышать площадь опухоли. И это кардинальным образом влияет на подсчет. Есть рабочая группа, которая занимается разработкой критериев по оценке опухолинфицирующих лимфоцитов. У них есть вот две статьи, которые содержат рекомендации по оценке. На сегодняшний день они не содержат оценки субпопуляции лимфоцитов. Это вот рекомендации, которые разработаны для рака молочной железы. Одна из очень продолжительных работ в этом направлении ведется. Это небольшая выжимка из этой статьи, из этой рекомендации. На сегодняшний день предлагается нам подсчитывать именно стромальные лимфоциты. Они гораздо легче подсчитываются, гораздо проще определение этих лимфоцитов. И этот показатель более воспроизводим, хотя, тем не менее, остается как дополнительный фактор интертуморальные лимфоциты, которые непосредственно контактируют с опухолевыми клетками. На большом объеме адекватно их подсчитать бывает непросто, при помощи ручного подсчета. Кроме того, разделяются границы инвазивного края, центральная часть опухоли, перитуморальный инфильтрат. И вот мне очень нравится эта рекомендация, оценивать так детально, насколько комфортно патологу. То есть вот сейчас мы находимся с вами именно на таком уровне. Это субъективный подсчет. Вы должны это понимать, в том числе, когда читаете статьи. Это не только в нашей стране, это во всем мире такая ситуация. Сейчас мы находимся именно на том этапе, когда правил нет, мы правила еще только придумываем. Мы должны их придумать, посмотреть, что они работают. То есть то, как мы считаем, одинаково считают все патологи. Там, вне зависимости от пола, возраста, расы и опыта, грубо говоря. И следующий этап, мы должны провести клиническую валидацию, то есть показать, что вот этот подсчет, этот механизм подсчета, вот именно там, где мы считаем, влияет на показатели выживаемости, влияет на чувствительность к терапии. Это период интересный. Я думаю, что сейчас каждый из нас может принять участие в том, что будет создано и использоваться в дальнейшем. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Сергеевна. Уважаемые коллеги, вопросы к Анне Сергеевне? Можно? Анна Сергеевна, вот у меня несколько прям вопросов, потому что мы клиницисты, нам всегда очень сложно. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть 4 белка. Если один из этих белков выпадает, то мы уже говорим о том, что есть... Есть дефицит системы репарации. Уже достаточно одного, да? Это первое. Второе. При иммуногистохимии мы определяем, получается, количество, а при молекулярно-генетическом исследовании мы определяем качество этих белков. То есть может ли быть при маленьком количестве такое классное качество, что вот этого падения не считать? Или это невозможно, или это невозможно? На самом деле при иммуногистохимии и при МСА и тестировании мы определяем разные вещи. При иммуногистохимии мы определяем наличие системы, которая редактирует геном. Количество. Количество, грубо говоря. А при ПЦР и секвенировании следующего поколения мы определяем результат дефекта системы репарации. То есть качество определяем. Мы не определяем белок, мы определяем изменения уже в ДНК. Ну что он может сделать? Да, которые обусловлены... А вот, например, может быть такое, что мало белка, то есть вы уже считаете, что, ну нет, он выпал, да? Но его какие-то, наверное, там осталось. Может быть качество при этом, что он все равно что-то делает, даже при наличии следа своего или нет? Безусловно, есть ложные негативные результаты, вы правы. Именно в силу того, что взаимодействие между белковой системой и непосредственно генетическим материалом, оно тоже многоуровневое. И эта система, мы тестируем 4 белка, на самом деле их 6. То есть есть возможность, что какая-то другая часть системы репарации взяла на себя функцию выпавшего белка. Либо, что мы не можем выявить, опять же, белок из-за того, что он в силу мутации какой-то изменил свои антигенные свойства, но сохранил свою функцию. Это вот один из механизмов обратной ситуации. То есть когда мы белок выявляем, но он не работает. То есть мы не можем функциональную активность белка на основании ИГХ выявить. Мы выявляем эпитоп, антиген. То есть не весь белок, а какую-то часть белка, у которой у нас есть антитело. Поэтому это объективное ограничение этого метода. Об этом нужно помнить. А иммуногистохимическое использование вообще данных, это достаточно для нас, для клиницистов? Да, на сегодняшний день этот тест валидный, и он может быть использован в клинике. Что касается рекомендаций, то в плане скрининга, скажем, синдрома Линча, на сегодняшний день рекомендуется делать и иммуногистохимию, и ПЦР. Что касается возможности назначения иммунотерапии, то, в принципе, иммуногистохимия – достаточный метод для того, чтобы… Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, что вот у нас, на самом деле, время становления сейчас, но у нас некоторые исследования основаны на ПДЛ, некоторые основаны на ЦПС, некоторые основаны… Например, тот же ПДЛ смотрят для исследования КИНОТ, все пембролизумаб смотрели, например, ПДЛ больше 50, больше 1 и до 1. Ниволумаб смотрел от 0 до 10, с 10 и так далее. Атезолизумаб вообще в баллах использовал ПДЛ, там, 1, 2, 3, как при Хердванео. Вот вообще как-то можно сложить вообще, что к чему относятся? Нет. Нет, да, то есть это невозможно. Это потому что, я же говорю, у разных антител разная афинность даже. То есть мы не можем, мы скажем, там, 22… То есть даже сейчас нет унифицированного метода, да? Нет, и до сих пор его нет, и все попытки гармонизации провалились. И еще один вопрос. Вот с Вашей точки зрения, все-таки какие маркеры, ну вот сейчас гармонично у нас в России, можно использовать вот так для практики врача? На сегодняшний день мы можем использовать ПДЛ-1 тестирование. На мой взгляд, оно более эффективно при контакте между клиницистом и патологом, когда клиницист ставит перед патологом конкретную задачу. Не просто отсоединить ПДЛ-экспрессию, а конкретную задачу, что там я планирую назначить ему вот такой-то препарат при такой-то опухоли, такой-то локализации, мне нужно вот это. Но всегда смотреть на опухолевых клетках и на иммунных клетках, да? Ну это тоже, ну это тоже становление. Это да, это произношение. Страшно. И дефицит системы репарации, ММР, мы можем тоже определять, и многихимические. На сегодняшний день, в общем, мы идем к тому, что именно комбинация предиктивных маркеров является более эффективной, чем какой-то один конкретный. Ни один маркер не показал свою эффективность, которая бы значимо превосходила кого-то другого. У них у всех есть свои плюсы и свои минусы. Но в случае иммунотерапии вы имеете в виду? Да, в плане иммунотерапии, безусловно. Спасибо большое. Спасибо. Анна Сергеевна, вот в первом слайде вы перечисляли, когда вот маркеры, СПС там не было. Реально его в практической здравоохранении делать, да? Да. То есть мы можем спокойно делать? СПС – это не какой-то отдельный тест. Это просто механизм подсчета реакции с ПДЛ-1. Да. Просто нужно иметь определенный опыт. Если мы пишем, что надо ПДЛ в опухолевых и иммунных клетках, вы должны посчитать СПС. СПС. На самом деле сейчас… То есть подпрометилок должен понимать, что он должен посчитать. Когда у нас нет информации о том, что хочет клиницист, но мы видим, что это голова, шея, мочевой пузырь, желудок, то мы автоматом считаем СПС. Спасибо. Спасибо. Вот еще вопрос даем. Пожалуйста. Я ничего не слышу. Я не знаю, как Анна Сергеевна, может, она помоложе слышит. Там про метилирование MLH1. Она подзнает салисица. Да, спасибо большое за доклад. По поводу метилирования MLH1, какова его роль в микросетиледной нестабильности, как сильно коррелирует он с микросетиледной нестабильностью? Это очень частый механизм выпадения группы MLH1, ПМС2 и, соответственно, микросетиледной нестабильности в спорадических раках. Поэтому, да, безусловно, эпигенетические изменения в зоне генов, кодирующих белки, репарации ДНК, имеют очень большое значение в плане развития микросетиледной нестабильности. Не только наличие мутации в этих белках, не только их потеря, но и эпигенетическое молчание, то есть метилирование этих зон очень важно сейчас. Поэтому и не всегда мы рутинными методами можем это оценивать. И отдельно вот эти тесты на выявление участков метилирования ДНК, они тоже очень эффективны. Спасибо. Спасибо. А как часто применяется анализ метилирования ДНК в России? Ну это, наверное, лучше спросить генетиков, потому что мы не обладаем возможностью определять метилирование в пределах патологоанатомической лаборатории. Поэтому я думаю, что лучше у них спросить. Я не знаю, как часто они это делают. Спасибо.